Друзья, всем привет, с вами Снуайс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего обзора это средний бюджетник от компании Xiaomi, новинка Xiaomi Redmi Note 10S. Я бы сказал так, что именно такой должна была быть изначально Redmi Note 10. Без всяких сносок, без всяких отговорок и не нужно было плодить такую кучу моделей. На самом деле именно этот телефончик скорее всего и стоит рассматривать, если вам нужен телефон за примерно 16-17 тысяч рублей и вы подыскиваете что-то от Xiaomi. Но не будем забегать далеко вперед, давайте обо всем по порядку. Что действительно нравится. Очень классный корпус, очень легкий смартфон, весит он порядка 179 грамм и довольно тонкий, порядка 8 миллиметров. Корпус естественно глянцевый, похож на то, что мы видели в обычной десятке, да и в принципе в прошке тоже самое. Единственное в прошке это у нас стекло, а в десятке и 10S пластик. Сам по себе телефончик ощущается в руке компактно, хотя понятное дело, что по нынешним меркам все что меньше 6,5-6,6 дюймов уже можно смело называть компактным устройством. Очень классный Super AMOLED экран с запасом яркости очень большим. И в отличии от традиционной десятки, здесь есть DC Dimming. Уже заодно это, именно эту модель стоит рассматривать к покупке, а не обычную десятку. Плюс ко всему здесь установили многими, конечно, нелюбимый, но тем не менее довольно мощный MTK G95. И приставочка G говорит нам о том, что это гейминг, так называемая игровая версия этого процессора. В общем, достаточно мощное устройство и уж точно мощнее, чем 678 Snapdragon, который устанавливается в обычной десятке. Камера. Камера здесь приближена, скажем так, к тому, что мы видим в 10 Pro. И уж точно снимает этот телефончик поинтересней, чем обычная десятка. А уж видео пишет, точно лучше. Тем более, что здесь доступно у нас 4K. Телефончик живет довольно долго от заряда аккумулятора. 5000 мА позволяет жить ему порядка двух дней, если вы не очень сильно нагружаете его игрушками. Игры, естественно, высаживают батарею моментально, здесь никаких вопросов нет. Но, если вы, как и я, особо в игры не играете, пользуетесь теми же интернет-различными приложениями, YouTube, почтой, Chrome. Если вы пользуетесь соцсетями, немного фото и видео, звонки и смс-ки, два дня смело телефон будет жить. По крайней мере, у меня именно так и происходило. Когда вы играете в игрушки, телефончик немножко нагревается с верхней части, вот здесь вот. Но нагрев не катастрофический. То есть не бывает такого, что невозможно телефон держать в руках. Очень нравится, что сканер отпечатка пальцев интегрирован именно в кнопку включения. А не в экран, как это часто бывает с телефонами с Super AMOLED-экранами. Дело в том, что сканеры, которые встроены в экран, они более медлительные и не так четко работают, как интегрированные в кнопку. Здесь никаких вопросов нету, сканер очень четко и быстро отрабатывает. Это действительно нравится. Что касается тестов, которые я, естественно, провел. Тест Antutu показывает отличнейший результат, практически 330 тысяч попугайчиков. Но, естественно, не нужно здесь заблуждаться. Это тест 9.0.12, а в девятой версии Antutu они подкрутили немножко попугайчиков, чтобы всем было приятно. В версии Antutu 8.6 здесь будет порядка 280 тысяч, 285, что, впрочем, тоже отличный результат. Здесь, естественно, двухдиапазонный модуль Wi-Fi, и мы получаем отличную скорость. У меня провайдер выдает 300 мегабит, ну и их же я практически и получаю, что на скачку, что на загрузку. Внутренний накопитель UFS, естественно, очень шустрый. 510 мегабайт на чтение и практически 400 на чтение, 375. Ну и модуль GPS здесь тоже неплохой. Всегда тестирую GPS, для меня это важно. Я автомобилист, езжу постоянно за рулем. Точность 5 метров, очень быстро нашел спутники. В общем, никаких вопросов нету. Действительно, очень приятно пользоваться этим телефоном в качестве навигатора. Что касается связи, то здесь тоже нареканий нету. У меня два оператора, две симки, Ростелекомы и Мегафон. И в Москве и в Подмосковье прием очень четкий. Действительно, провалов практически не бывает. Единственное, у меня дома довольно плохой прием. И очень многие телефоны затыкаются и не ловят. Здесь таких проблем не было. С приемом все отлично. Voice LTE работает. Качество связи, по крайней мере в Москве и в Подмосковье, на очень высоком уровне. Что касается игровой производительности, то поиграл в игрушки, побегал, пошпилил. Ну и естественно, МТК G95 позволяет насладиться игрушками без всяких проблем. Записал немножко игровых видео. Ну и давайте вам покажу. В общем, как вы могли убедиться, никаких вопросов не возникает. Так как здесь Super AMOLED-экран, то естественно присутствует Always-On Display. Единственное, к сожалению, включить его и заставить работать на постоянку не получается. Можно выставить максимум 10 минут. Но здесь есть такая фишка, что дисплей будет зажигаться, когда мы берем телефон в руки, либо же дважды по нему постукиваем. В общем, такой вот Always-On Display, который не совсем Always-On. Но справедливости ради надо сказать, что во многих телефончиков Always-On сейчас реализован таким образом. Ну и это позволяет экономить заряд аккумулятора, потому что даже на Super AMOLED-экранах постоянно свечащийся экран все равно высаживает заряд батареи. В общем, здесь решили, скажем так, немножко схитрить и Always-On вам предоставить, и в то же самое время не заставить вас говорить о том, что аккумулятор здесь не очень мощный и постоянно его приходится заряжать. Вот такая вот маленькая хитрость. Что понравилось? Действительно понравилась камера. Она здесь прекрасна. Мне очень понравились фотографии на улице. Они получаются, ну, просто бомбезными. И реально, если сравнивать с Pro версией, 108 Мп, я не могу сказать, что сильно лучше получаются фотки. Да, 108 Мп позволяют вам кропить фотку, и вы можете обрезать ее по вкусу, более, скажем так, сильно, более серьезно вырезать какие-то куски. Но, тем не менее, по качеству фотографии, по качеству видео, я думаю, что XS в принципе находится в паритете с версией Pro и точно гораздо лучше, чем обычная десятка. Но, в общем, давайте покажу вам примеры фото и видео, которые я сделал, и вы все сами поймете. Видео пишу в 4К 30 кадров в секунду. Максимальное разрешение и максимальная частота, с которой готов писать Redmi Note 10S. Снимаю сейчас в помещении с недостаточным освещением, но я смотрю, что картинка все равно получается довольно неплохой, довольно четкой и яркой. В общем-то, для условия с недостаточным освещением получается, в принципе, неплохо. Съемка на улице в 4К 30 кадров в секунду. Вот такая вот картиночка нас ожидает. К сожалению, электронная стабилизация работает только в 1080p. Но картинка получается действительно очень классная. В 4К резкая, сочная, насыщенная. Я бы предпочитал, конечно, снимать именно в таком формате. Но сейчас в любом случае снимем с помощью 1080p с электронной стабилизацией. 1080p, 30 кадров в секунду. И именно с таким разрешением пишется у нас картинка, если вы хотите электронную стабилизацию. В это время есть цифровое увеличение. Можно, естественно, это сделать. Но, понятное дело, что за счет ухудшения картинки. Но сама картинка получается зато очень четкой. И, несмотря на то, что я иду по кочкам, получается довольно-таки неплохо. На фронтальную камеру мы пишем тоже в 1080p. Картиночка получается довольно четкой, довольно неплохой. На улице сейчас очень жарко, очень солнечно. Солнце прямо стоит в зените. И мог быть засвет, но я спрятался в деревья. И, в принципе, картинка достаточно неплохая по всему полю получается. Достаточно широкий угол. Не так далеко приходится руку мне выставлять, чтобы я попадал в кадр. Можно сделать еще дальше вот таким вот образом. То есть, в принципе, по качеству фронтальная камера вполне себе неплоха. В общем, как я и говорил, фото и видео получаются на уровне. Естественно, это далеко не фотофлагман. Но для устройства среднебюджетного до 20 тысяч рублей это очень и очень неплохой уровень. Единственное, что хотелось бы добавить в этот телефон, это дисплей с герцовкой 90 или 120 Гц. Нет, я, конечно, понимаю, что телефон стал бы дороже, но я не думаю, что сильно дороже. И ценник можно было удержать в пределах 20 тысяч рублей. И таким образом мы получили бы действительно очень и очень крутое устройство. В любом случае, телефон прекрасен. И если вы на Алиэкспрессе в ходе распродаж, в ходе запуска продаж смогли урвать его по вкусной цене, а многие покупали его где-то за 15-16 тысяч. Это супер. Да и, в принципе, сейчас, учитывая повышение цен на все, абсолютно на все, если урвать его дешевле 20, это тоже очень хороший вариант. В общем, телефон мне действительно понравился. И он гораздо приятнее и гораздо лучше многих телефончиков от Poco, которые выходят в последнее время. Мне кажется, что гораздо более сбалансированные получаются телефоны, и ты за свои деньги получаешь максимум того, что телефон тебе готов дать. В общем, вот такой вот обзор у нас получился. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк этому видео, если это так. Ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я буду прощаться. С вами Блайз. Всем пока.